Ах, черт! Мы снова идем! С этими травяными ведьмами или что, или где... Так, голод, голод одолевает. Просто пиздец. Надо сейчас потихоньку... Господи, ёб твою мать, как ты материализовался резко! Его не было тут, я ж охуел. Бля, телепортатор ебучий. Адон Квестник. Пришел к тебе, яркчанин, новость тебе передать. Саба умерла, чтобы ты жил. Как это понимать? Дети ждали твоей помощи. Они надеялись на Бураха. Бурах подвел их. Ради дорогого ей имени Бурахов, Саба сделала твою работу. У нее получилось не очень хорошо. Она расплатилась за это. Какие дети? Что ты несешь, червь? Ты заблудился, яркчанин. Ты не понимаешь свою судьбу. Свое место в укладе не понимаешь. Твоя судьба — занять место Исидора. Стать его наследником. ШУУДЕ. Я лучше знаю, чего хотел бы от меня отец. Ты уже им стал. Спасибо, Саби, скажи. Можешь и дальше закрывать глаза на свою судьбу, но знай, что тогда твою ношу будут нести другие. Возможно, она сломает им жизнь, как Саби сломала. Я тебя услышал, червь. Блять, он так появился резко, я так охуел. Тут сидела вот эта бабонька, я хотел с ней поговорить, а этот черт тут заспаунился. Три вопросика. Сочувствую твоему горю. Но ты крепись, о хорошем думай. Земля свое забирает, потом обратно нам отдает. Что же, ты вспомнил меня. Понимаешь теперь, что нас связывает? У тебя новый разрыв на платье. Танцевало от сердца, а? Землю надо было раскрыть. Отца твоего положить. Вот оно что. Я вся для тебя... Хорхен, ебать, эта буква вообще не русская. Как тебя зовут? Значит, совсем меня не помнишь? Нет, я совсем не помню тебя. Ты говорил, например, мне часто снится соль. Либо вкус, либо цвет, либо целые копии, либо на ощупь. Как я держу соль в щепотке? Веришь теперь? Подожди, этого не может быть. Эне ши у юн хун гэ шепши. Господи Иисусе. Но ты все-таки не бесчувственный. Как бы жестко не вел бы ты себя. Все равно я тебя не оставлю. Нет у меня на тебя обиды. Так смотри же, когда меня вспомнишь. Когда узнаешь, зачем тебе я. Чтобы и у тебя были обиды. Чтобы и у тебя обиды на меня не было. Обещаешь ли? Нет, у меня привычки. Такой обижаться. Она обиженных воду возит. Не гони меня. Мы с тобой крепко связаны. Я для тебя. Запомни хотя бы это. Хорошо запомню. Господи блять. Уходи отсюда. Ты меня напугал до чертиков. Мразь. Нам поесть надо. Сейчас блять гол... Ёбаный. Да вы что вы спаунитесь как черти. С тобой повазарить надо, да? Лой. Сайн Байна. Здравствуй, Нухерни. Видишь, я привел твоего быка. Отчистил его как следует. Мы, Хатангэ, не обманываем друг друга. Ямар Бархэ, ай да молодец. Бык с тобой можно говорить? Нет, ну и все. Там колокол звенит, а мы голодные и пиздец. Замок двоедушников. В темную лавку нам надо. Срочно. Побежали, 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 побежали. Голод блять. Голод нас может убить. Что? Ооо, здорово. Здорово собака. Норм тебе здесь? Да я знаю, что ты мне в ту сторону. Ты мне не особо помог. Тень. О, они мне указывают куда идти. Не, я знаю лучше куда мне идти. Мне в темную лавку. Ты вот сейчас ошибаешься. Тень. Нужно срочно позавтракать ему. Попитонить что-то. Здорово, темный лавкарь. Торговать, что у тебя есть? Что я тебе могу дать? Я тебе могу дать. Перчатки одни. Добавить. Они лишние. Огарки вот эти беспонтовые. Две бутылки. Они не нужны. Зубило. Мыло. Забирай. 3 990. Хорошо. Рыба. Добавить. Замечательно. Блять. Стейк. Мясо. 1200. Иди в жопу. Слишком дорого. Копченую рыбу возьмем. Принять. Замечательно. Все. Едим. Срочно. Копченую рыбу использовать. Блин. Этот бурак. Он. Он. Я не знаю. Что. Что это за робот. Ему еды нужно немерено. Просто. Смотрите. Голод не уходит. Две. Две рыбехи запитонил. А. До сих пор голодный. Это ненормальная история. Тут денег. Блять. И так много дают. Чтобы я мог себе спокойно. В смысле. Блять. Крысы тут бегают. А схуяли. Мыши уходите. Блять. Утолить жажду. Куда мне эта тень показывает. Давай. Побегу. Сюда. Да. Ну. Хорошие указатели. Дорожные. Мне нравятся. Чекпоинты такие. Ага. Понял. Вы мне может поможете. Там. Деньжат подкинете. И что. Сюда. Да. Но я бы не разобрался. Что мне. Что мне вот. Куда. Что мне вот сюда. К колоколу. Без вас бы вообще не понял. Побежали. 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 Тогда. Ммм. А усталость что у нас. Усталость сильная. Надо. Часочек поспать у Влада. Блин. Колокол так. Больно по ушам хуячит. Войти. Ничего. Подождут. Не обосрутся. Тоже мне. Там сейчас будет сидеть этот ебаный бакалавр. Такой из себя корчит. Что он мегаврач. И говорит. Ты. Давай. Иди сюда. Под мое управительство. Я буду говорить тебе что делать. Почему так долго грузится вход к Владу. Такое ощущение что я новую игру открываю. А не. Захожу к Владу. Обычно таких проблем нет. Спать. Часочек. Спать. Бляк голодает. Он просто жопа. Жопа жопная. Выйти. Ай потемнело. Заебись вообще. Обожаю темноту в этой игре. Реально улицы опустили. Сейчас будут только вот эти черти. Эти черти которые нападают на людей. Братан. Денег дай. Нет. Дынь. Давай. Дынь. А то непонятно что нужно туда идти. Да еще громче давайте. Колокол колокол. Господа прихожане. Собираемся. Собираемся рядом с монастырем. Будем умирать. Привет. А что-то реально тут все уже поплохело в городе буквально за день. Я только в прошлой серии жаловался. Груб. Ну нахуй. Только в прошлой серии жаловался что никакого экшона и вот он пошел. Да спасибо. Я знаю куда идти. В управу. Сюда. А ну да. Сюда. Остановите этот колокол. Он бесит. Войти. Нам еще ночью встретиться нужно будет с друзьями. На станции где-то. Вечер в хату салага. О Влад. Влад погоди. Вы меня ждали еще. Подождите. Что-то полутать. Нет. Нет. Эй. Мне не нравится это. Давай Владик. Крепкому хозяину мыши не страшны. Это да да да. Все. Никто. Никто не страшен. Да. Ты так сейчас говоришь. Потом когда заболеешь. Я посмотрю на тебя. Эпидемия. Бурах. Мор. Если это. Та же песчанка. Которая за сутки убила 300 моих рабочих 5 лет назад. То это серьезно. Серьезно. Мой мальчик. Тогда нас спас ваш отец. Но теперь. Это значит что вы мне нужны рядом. Под рукой. Вам все ясно? Эээ. Куда уж яснее домашний врач. Ручной врач. Так. Так. Знаете. Бурах. В старину пираты охотились за кораблями. На которых были хорошие доктора. Выше золота ценили врачей. И так то. А я ведь тоже пират немного. Хе-хе-хе. Уж будьте благоразумны мой мальчик. Сами понимаете вашу ценность. Теперь. Эээ. Я не ваш мальчик босс. Да он еще ничего не понял. Упрямый бычок. Упрямый. Ничего. Ничего. Когда другие трупы лягут в три ряда поверх Исидора. Вот тогда истолкуемся. Эээ. Что тут совещание с медиками? Почему не позвали меня? Вам это, Бурах, не нужно. Все что могло случиться важного тут в управе уже сделал я. Будет фонд. Будет штаб. Будут интриги. Бессонные ночи. Все эти люди считают, что без них эпидемию не победить. Они напуганы. Они ошибаются. Что вы хотите у них узнать? Я врач. Я должен знать все. Вообще вот будет фонд. Это замечательно. Это фонд. Мне нужна еда. Деньги. И билет из города нахуй отсюда пожалуйста. Только. Аккуратно. Чтоб никто не узнал. Время вам что ли? Не жалко терять? Ну подойдемте. Ну подойдете вы к каждому. Ну поговорите с одним, с другим, с третьим. Забьете голову всяким вздором. А время, Бурак, уходит. Ваше время. Семь пустых разговоров подряд. Не нужны они вам. Я сам скажу все что надо. Сами виноваты. Надо было позвать меня к началу. Че по времени 21.57. Встреча с этими обалдуем. Встретимся с Ларой и Грифом и Рубиным. На нашем старом месте после полуночи. А вось удастся все склеить по старому. Это после полуночи. Где это старое место? У меня только отмечены секретики вот эти. Что? У малышей здесь что-то происходит. Да я уже был там заебалит. Вечно что происходит. С кем базарить? У сколько вас тут важных, опасных. Так ты кто? Почему вот блин? А вот бакалавр здорово собака с тобой. Говорить не буду. Ставь я пень, чтоб нему псову. А все одно сове больно. Сове больно. Стах. Давай с тобой попозарим. Все равно нужно будет увидеться еще через пару часов. Ну что ж, видно, чувствительный вечер со старыми друзьями отменяется. Пора бы и поработать. Что, сутками напролет работать будешь? Погляжу я на тебя. Мысли твои читать умею. Считаешь, что тебе сейчас надо искать убийцу отца и мстить за него? Так вот, оставь. Это мое дело. И я с ним получше управлюсь. Отец бы хотел, чтобы сейчас, сейчас ты не мстил за него, а работал вместо него. Если честно, я и не собираюсь искать убийцу отца. Типа вот с этими детьми бегать по всему городу ради какой-то записки в рот и балл. Я сам знаю, чего бы хотел от меня отец. Ты теперь не хирург, а фармацевт. Резать людей я умею получше, чем ты. Во всех смыслах, Бурак. А вот сделать состав, какие умел Исидор, для этого твое чутье нужно. И твои руки. Сам не рад, что приходится это говорить, но это так. Буду делать то, что долг мне велит. Понял меня? Ты кто? Здорово. Слишком он скоро на расправу. Кто? Это столичный гость. А, столичный гость? Я столичный гость. Это младший Влад. Оказывается, есть младший Влад. Здорово, младший Влад. Это издевательство. Отец нарочно поручает мне такие вещи, чтобы показать, насколько туп наш народ. И насколько никчемны мои предложения. Снабжение фонда продуктами и лекарствами. Ясно же, что это невозможно. Что это значит для меня? Поезда нет уже почти месяц по непонятным причинам. Мы им исправно отправили кожи и мясо. И где их ответ? Где регулярный состав с товарами? Мы на пороге голода. У нас нет резервов. Это значит, что каждый сам за себя. Это значит, что мне придется приползти к отцу на коленях и объяснить о своем фиаско. У тебя умный взгляд, выкрутишься. Шах и мат. Сам шах и мат. Из жерного на шее дна не достать. Давай говорить. Мрачная осень в этом году. Виктор Каин. Городская больница будет устроена в здании театра. Там ежедневно будут осматривать подозрительных. Изучать болезнь. Будем пытаться лечить заболевших. Говорят, что от песчанки не помогают никакие лекарства. Но доктор Донковский не теряет надежды. Больница будет работать. Что за Донковский? Что это значит для меня? Для вас это значит, что ваше место именно там. Там теперь ваш настоящий дом. Работайте с больными. Вскрывайте умерших. Трудитесь там днем и ночью. Но отыщите средства от этой проклятой чумы. В этом сборище заразы. Это значит, что через день-другой у вас станет одним врачом меньше. Впрочем, вы, кажется, личный врач Ольгимского. Вероятно, он будет против. А то и прямо вам не разрешит подвергать свою жизнь угрозе. Я сын своего отца. Ольгимский мне никто. Можно за меня не решать, кто что это ты кто? Тоже Каин, да? Этот Георгий. Между почвой и космосом протянута пуповина. Пуповина. Нихуя себе. Она и лестница, и пружина. И тетива. И тетива? Что ты пил, дядя? Это ты. Георгий Каин. Она расползается в земле, в нижнем городе, в той части, где лежит, что лежит между жилкой и бойнями. Спасибо, судья. Мне известно, какую треть города у нас называют землей. В земле живут два архитектора, Андрей и Петр Стаматины. Оба гениальны. Каждый по-своему, впрочем. Прошу, возьмите их под свой особый присмотр. Пускай все умрут, а они должны выжить. Это еще почему? Потому что таких мозгов вы не найдете на всем континенте. Мы долго охотились за ними. Мой брат Симон вообще собрал здесь довольно много талантливых людей со всех концов страны. Этот город Ковчег. Охуенный Ковчег, блять, я вам скажу. Ковчег, в котором эпицентр, зараза. Это просто замечательно. Ну так и следите за ними сами. Вы врач, вы давали клятву. Хорошо, я присмотрюсь за ними. Петр живет в дубильщиках в мансарде. Андрей не выбирается из разбитого сердца. Это такое заведение в подвале под заводами. Я там был, знаю, не рассказывай. Я надеюсь на вас, доктор, навестите их как можно скорее. Я проверю. Блять, что? Тут, ааа, все, я понял. Значит, мы будем выбирать, к кому, чего, как, да? Надо проверить Андрей Стамати, надо проверить Петра Стамутина. Вы еще подальше не могли жить друг от друга? С кем не побазарил? Здорово. Главное, что трус. Всегда вел себя как трус. Ага. Ненавижу. Кого? Андрей Сабуров. Все три семьи выделят своих людей и наймут добровольцев, чтобы те следили за порядком. Опасные кварталы будут огорожены и закрыты для входа и выхода. Любое преступление против жизни и собственности будет караться на месте. Что это значит для меня? Вы один из врачей, поэтому вы на особом положении. В отличие от прочих, вам разрешено входить в зараженные кварталы, а главное выходить обратно. Мы надеемся на вашу ответственность. Если вы поймете, что заразились, то не скройте этого и не станете разносить заразу по городу. Я прав. Ээээ, да. Ты больше не медведь, Бурых. Пора взрослеть. Да-да-да-да-да-да-да-да. У меня как будто игла в висках. Ебать тебе плохо, женщина. Смотрите уже что-нибудь. Екатерина Собурова. Если к нам вернулась та самая болезнь, все эти меры бессмысленны. Самообман, утешение иллюзии деятельности. Ясно же, что это такое. Это огонь небесный, это великий потоп. Никто не спасется, кроме десяти праведников. У вас лоб горячий, вы бредите. Это, по-моему, самая верная фраза здесь. Забудь о чуме. Вы с ней ничего не поделаете. Ни чумой надо заниматься, а собой. Ищи себя среди праведников. Ты или среди скота убойного. Кого она убивает, а кого пощадит. И почему? Вот на этот забавный вопрос и надо искать ответ. Это я не тебе, доктор. Это я себе говорю. Я так и понял. Что ты, собака? Тоже с тобой побазарит? Что-то. Еле стою на ногах. Бурах, я сожалею, что так неудачно вышло. Просто не успел предупредить. Я зол не скрою. Перейдем к делу. У нас три медика. Четыре, если с бешеной девчонкой. Наложением рук она якобы лечит. Чушь, конечно, но энергичная. И кое-какие познания есть у нее. Пусть работает. Хуже не будет. Вот что, Бурах, давайте на чистоту. Теряем время. Бурах, я хочу, чтобы вы стали моим ассистентом. Наша первостепенная задача разработать вакцину. Вы местный уроженец. Вы предприимчивы. Без вас я не справлюсь. Вакцина? Вы сделаете ее аккурат к тому дню, когда весь город вымрет. Зато какой прорыв в науке, так? В других городах, положим, тоже люди живут. Если контагиозность и смертность хотя бы в половину такие, как в той вспышке пятилетней давности, этот город обречен. А вот другие территории еще можно спасти. Или есть более дельные предложения. Говорите прямо, чего хотели. Я буду делать вакцину, Бурах. И я без вас не справлюсь. Вам надо просто быть под рукой и выполнять мои указания. Всю ответственность я беру на себя. Я буду наведываться к вам, когда будет время. Все? Со всеми побазарили? Окей. Часики. Куда теперь? Детский секретик. Что-то происходит. Вот сюда надо. Окей. Вспышка странной заразы перечеркнула все планы. Что нас ждет, завтра будет совсем не таким, как я ожидал. Кто там ходит? Ты че там ходишь? Меняться. Иммунники. Вы за 8. Крючки. А давайте крючки поды. Раз, два, три. А заберу иммунники. Принять. Снегирь. Ништяк. Я даю тебе с этой штукой. Я даю тебе с этой штукой. Ну, наверное, удачи. Удачки всякой у меня много. Так все говорят. Ну, а ты мне чего? Смелости. Ты что с ними базарить надо, когда меняешься? Из травы и воды можно сделать иммунную сыворотку. Понятно. Время вышло. Чему-то уже не суждено случиться. Я еще толком не менялся ни с мужчинами, ни с детьми. Ворчание земли опять. Ищи его источник. Постой там молча. Терпеливому земля откроет корни. Дай корнем крови земля оплатит чедрому травме. Пиздеж. Я уже наливал кровь. Что за чертовщина на кладбище? А что за чертовщина на кладбище? Никакой чертовщины на кладбище. Это у нас что? Бакалея. У-у-у-у. Это надо. Нам нужна пища. Пища. Блин, на самом деле денег нет. О, здорово. А говорят все по домам. А вы что тут ошиваетесь? Кукушки. Что у тебя есть? 642 монеты. У меня есть молоко. Густое, теплое, утоляет и голод, и жажду. Напоминает о детстве. Можно взять рыб. Блядь, так дорого, пиздец. Тверин, настойка на травах. Если ее выпить, откроется то, что обычно не замечаешь. Ну, наркота какая-то. Тинктура Зурх. Плюс. Тинктура Зурх. Детали. Разбитая ампула. Нитки. Жгут не отдам. Бинт тоже не отдам. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Даже не думай. Все. Принять. Когда меня будут снабжать деньгами, чтобы я мог нормально питаться, потому что... О, кстати, молоко нормально, то голод утоляет. Там рыба намного меньше. Хорошо. Бакалея одежда приют. Театр одежда Влад. Я пойду к Владу. Что там с капеллой связано? Крыло капеллы. А я пойду к Владу посплю. Потому что слишком сильно хочет наш Артемий спать. И мы поспим, а потом встретимся с нашими товарищами на станции. Так. Темно. Ни пизды не видно. Так. Значит, направо. Потом налево. Если на меня опять какая-то скотина нападет, я ему пасть вскрою. По ночам любят нападать. Слушайте, я вот так смотрю на самом деле. Я благодарен разработчикам этой игры, что они раскидали вот эти водокачки посреди города. Чтобы можно было спокойно пить. Но я не благодарен за то, что наш герой жрет и голодает, как скотобаза какая-то. И он реально ест очень много. Ты кто? Вам тут не доверяют, обмена не будет. Ну и пошел в жопу. Там я с боссом Владом поговорю и буду доверять. Что происходит? Тут окно разбил. Я так понял, у нас есть выбор, что делать. Можно остаться с Владами, типа, сторожить его, чтобы он не заболел. Можно помочь Каину проверить этих двух архитекторов. Можно спать. Можно спать. На 6 часов. Давайте пока на 3. Можно помочь Бакалавру попробовать сделать вакцину. Короче, вообще полная жопа. Нужно выбирать, что делать. День подошел к концу. Это был поворотный момент. Судьбы решаются в полночь. Защищены лишь те, о ком вы позаботились засветло. В театре маски репетируют новую пантомиму. За минувшие сутки заразились 343 человека. Пропали без вести 36. Всего умерло 26. Да, спина умерла. Ноткин тоже умер. А, заразился. Петр Стаматин. Что это за хуйня? Заразился. Восьмой в опасности. Капелла в опасности. Этот Влад в опасности. Ноткин заражен. Петр Стаматин заражен. Ага. Типа я должен его лечить. И подошел к концу. Давай, расскажи. Все меньше и меньше дней остается тебе до конца. В театре маски репетируют новую пантомиму. Окей. В театре маски репетируют новую пантомиму. Это просто замечательно. Но, по-моему, вот этот район сейчас зараженный, да? Почему он красный? Почему он красным выделен, блядь? Да, охуенно. А как так болезненно? Я прошу прощения. Этот район уже не заражен, этот заражен. Она что, мигрирует, блядь? Логичнее было, чтобы она и здесь осталась, и сюда, допустим, пришла. Нам нужно встретиться с Ларой и Грифами Рубиным. Опять что-то жгут. В театре маски мы пойдем позже. Нам нужно вначале к нашим товарищам. Нормально вообще так. Меня не предупредили. Я когда заходил в этот район, он не был заражен. Склады. Так. Так, пройдем. Что-то куда-то дойдем. Ни пизды не видно. Так, лучше типа, да? Возможно. Тут что-то же это чума. Станция, поезда сейчас не ходит. А, да, и склады уже. Лол. Очень быстро как-то она хуячит. Но странно, что она из того района ушла. Я прям не понял вот этого момента. Если район был заражен, то как он мог, ну, вылечиться сам? Это вообще нелогично. Блядь. Давайте попьем. Потому что он вообще не хочет бежать. Типа, поезда еще. Где? Сюда. Вот там, где кострище. О, многогранник виден. Да, вот наши ребята. Что, все пришли? Нет, только двое. Нет, все пришли. Смотри, ай, выебывался гриф. Я не знаю, приду, не приду, блядь. Шакал. А хочешь, я тебе песенку спою? Давай, спой мне песенку. Мы поговорили тут, пока тебя ждали. О том, что нас ждет? Нет, друг о друге. Что ж, это радует. Все вышло как надо. Ну и что, помирились? Ну, а что тут неясного? Перед такой бедой все прочие беды и обиды бледнеют. Перед лицом такой беды люди объединяются, должны обедниться. Вот и мы такие. По мне, так наоборот. Чума разобщит людей, разорвет семьи, не говоря уж о дружбах. Это не чума нас объединила. А ты? Так если бы не чума, и они бы не изменились. Нет, это все ты. Твоя воля. Ты поступил хорошо, медведь. Переступил через обиду и гордость. Не постыдился поручиться за грифа. Я бы, наверное, так не сумела. Да брось-то, это же ты нас всегда сшивала. Будем заботиться друг о друге. Попробуем выжить, да? Конечно. Что ты знаешь об этой болезни? Ее назвали песочной язвой. Ты знаешь, почему песочной? Из-за шершавой кожи. Она все сушит. Ну, и еще люди по-прежнему верят, что она выползла из земли. Все эти байки про земляного голема, про шабнак с глиняными ногами. Ну, это чушь. В тот раз она выкосила всех в том квартале. Умерли все. Ни один не выжил. Все заразились и умерли все. Это значит, надежды нет? Надежда единственное, что мешает покончить счеты с собой каждый вечер. Так. Стах, немножко остыл? Человек незамысловатый. Сразу в нос бьет. Окей. Пойду я уже. Дело не в проворот. Не думал, что ты придешь. Сам не думал, но не жалею. Сил поднабрался. Место хорошее. Я и забыл уже, как тут, в степи. Значит, редко в степи бываешь. Мне тут не шибко рады. Лучше вашего брата стороной обходить. Да и вашу сестру тоже. Не жалуют. Меня в уклад, значит, записал, чтобы проще злиться было? Хм, может и так. Ты все-таки не дурак, медведь. Людей понимаешь. Толку, впрочем, от этого? Это ты о чем? Ну, хватит. Заладил. Нечего болтать. Сердит я на тебя крепко. Сам все понимать должен. Ты сказал, уклад на тебя зубы точит. Есть повод? Ваш брат к разрезам очень чувствительно относится. К мертвым тоже. А моя работа мертвых резать. Учитель, то есть отец твой, для уклада сам знаешь, кем был. И вроде как и право имел. А все-таки дело такое. Ну, всех собак на меня и вешали. Ничего я не против. А вот оно как. Начинаю понимать. Здорово, птица. Да. А, реально как птица отвечает? Гриф. Вот воронья-то. Воронья-то налетела, а? Беду чуют. Худо нам теперь всем придется. Это я тебе авторитетно говорю. Коли они еще вчера резать начали, так теперь и вовсе с поводка сорвутся. Народец, он к смерти быстро привыкает. Не каркай. А что тут каркать-то? Голода люди боятся. Теперь работяги, сечки, да молоточки похватают. Я и да, она темный промысел. Домишки подламывать, мертвых грабить. Друг дружку потрошить. Все, 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 все будут. Да? Все будут. Как миленькие будут. Посмотрим. Тут уже так высохло, что и спички не кидай. От пристального взгляда загорится. А укладские зубы оскалят, точно мало не покажется. Эти долго запрягают, да быстро поскачут. Хозяин-то привык, что они безмолвные, да безропотные. Так это они не по тупости, а по безразличию, сам знаешь. Это они до поры. Аппарата, вот она. Это так. А эти, что без работы остались. Им по домам сидеть всяко скучно будет. Им теперь интересно будет жратву добывать, да злобу вымещать. Толстый Влад-то всю лавочку свою прикрыл еще позавчера. Вот жучина, ловкий. А мне-то и словечко никто не молвил. Как думаешь, знал он? А кто его знает? Если это та песчанка, что пять лет назад всем амба. Спасения не было от нее. Все померли в застройках, как один. Тот раз батюшка твой вовремя дверь прикрыть успел. Из застроек не вырвалась. Только тем и спаслись. Теперь уже отворяй ворота. Не прикроешь? Да и некому. Ладно, не ной. Ты-то точно не пропадешь. Это я тебе отвечаю. И что? Бык. Может старую дружбу склеить? И можно вот вернуть старую жизнь? Вряд ли теперь. Вряд ли. Окей. Что у нас тут? Собор. Театре Пантомима. Что-то красное. Замок двоедушников. Здесь живет стая атамана. На нотке, на местные дети готовы меняться на еду и острые предметы. Заражен. Так я тут вообще хуй зайду сюда. Этот в опасности. Понятно. Блин. А где нам переночевать можно? У Влада уже не переночуешь. Тут уже все, блядь. Болезнь. Болезнь. Дом заперт, потому что мы не смогли до этого ебаната добраться в прошлой серии. Хорошо, мы пойдем тогда отоспимся в берлоге гору Спика. Надеюсь, пока мы будем спать, болезнь не придет туда, где мы будем. Как тут мрачно. Как тут темно и противно, господи сусь. Мы не успеем на Пантомиму, скорее всего, этой ночью. Потому что у нашего персонажа... А, не, усталости нет. Блин, ну не знаю тогда. Нам надо пойти туда еще раз посмотреть. Может быть... Может быть сейчас пару микстур еще заварим. Опа, там свет загорелся. Я туда не пойду, мне туда не надо. Блядь, склады. Здесь живут только крысы. А мне обязательно через... Ага, мне только через склады и можно пройти. Тогда бежим, блядь. Ой, 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 да. Нужно попробовать заварить пару микстур, раз мы починили этот аппарат. И чтобы они у нас были под рукой. Потому что если нужно будет кого-то лечить, без этих микстур, я так понимаю, нихренашеньки не получится. Ну там уже фонарь горит. Не фонарь, а костер. Заводы. Здесь живут машины. А что тут тоже? Блядь, и в заводах уже? Очень плохо все. Так, лодочник, отвези меня отсюда. Ты кто, блядь? Топило. На тебя идет охота. Тебе понадобится оружие. Пожалуй, не помешало бы. Так сложилось, что огнестрельного оружия у нас не водится. Мирный город. Да уж вижу, какой он мирный. Однако так вышло, что у меня есть револьвер. Я не могу тебе его отдать просто так, но продам за справедливую цену. Почему не можешь отдать? Я работаю на засолке. Заводы сегодня остановили. Мы опасаемся, что это начало большой беды. Большой Влад жесток, рабочих своих не жалеет. Если я потеряю работу, нашу семью ждут тяжелые времена. Ты меня понимаешь? Я тебя понимаю. Сколько хочешь за револьвер? Три тысячи. Шутишь? У меня нет таких денег. Я могу подождать два дня. Не успеешь? Продам другому. Уж не суди. Я в нужде. Что-то денег тебе их будет несложно добыть. Во-первых, от Исидора наверняка осталось наследство. Понимаю, тебе тяжело об этом сейчас, но дело есть дело. Не будем об этом. Не наследство надеялся и тут найти живого отца. Во-вторых, Исидор наверняка учил тебя отличать и слышать лекарственные травы. Если умеешь их слышать, искать, то ты знаешь, сейчас сезон. В разбитом сердце скупщики платят отличную цену. Да, я кое-что умею. Блядь, и этот район заразился? Вы что издеваетесь? Увези меня отсюда. Спрячь свои ногти, Бурах Менху. У тебя за спиной смерть. Мы не повезем ее на своих лодках. Смерть теперь повсюду. Наши лодки не ходят из чумных районов. Мы можем привести тебя в чуму, но не забрать из нее. А ты тогда почему здесь стоишь? Мы дети Бодхо, Бурах Менху. Наполовину в земле, наполовину сама земля. Чуми нет до нас интереса. И что мне теперь делать? Иди пешком, Менху. Чума это земля. И выйти из нее можно только по земле. Если дойду. Блядь, этот район заразился? Пизда. Пизда руля. Вот это ночлежка о спины. Побежали туда. Ебать, а такое рычание противное. Я ебу. Ой, как хуево-то кто? Ну и ладно. Сырые застройки здесь к вам равнодушны. Да почему? Я только захожу в район, и он начинает... Он красный становится. Здорово, птица. Мортус. Внутри этого квартала зараза. Слушай меня внимательно. Я скажу тебе, что нужно делать, чтобы выйти оттуда живым. Говори. Иммунитет твой щит. Он становится тоньше от каждого соприкосновения с заразой. Так что ты уж следи за ним хорошенько. Таблеточки пей, ну ты знаешь. У меня есть свои иммунные средства. Зараженный воздух сокращает твой иммунитет медленно, но постоянно. Просто от того, что ты в нем находишься. Дышишь им. Но есть и вещи похуже. Например. Прикосновение больного. Соприкосновение твоей руки с зараженной поверхностью, например. Если схватился за ручку двери или шкафа. А еще эта дрянь иногда на тебя будто дышит. Сама. Это как? Я не врач, доктор Бурах. Я простой санитар, перепуганный до смерти. Я лишь пересказываю то, что видел о ней во сне, который мне показался вещем. Но эта зараза, похоже, она живая. Она говорит с тобой. Она дышит. И горе тебе, если вдруг дохнет на тебя. Ладно, учту. Все эти прикосновения плавят твой иммунитет гораздо сильнее. Как горячий нож плавит толщу масла. И последнее, это тумор. Тумор это опухоль, что ли? Зараза, она в тебе копится. Проверяет, готов ли ты к ней или нет. Если начнет темнеть перед глазами, беги. Миг близок. Скоро зараза проникнет в тебя. А если тьма начнет рассеиваться, стало быть, она отдаляется. Отходит ненадолго. Интересные сны тебе снятся, Мортус. Блядь, а почему я в каждый район, который захожу, он становится красным? Этот нормальный, да? Да, вот там жопа. Пиздец. Просто пиздусь. Иммуники нужно выпить. Так, я... Иди нахуй. Напали на меня, значит. Уже напали, да? Сюда иди. Крыса, блядь, напала на меня. Пойди сюда. Блядь, заебали уже. Уже начинается вот эта история с тем, что меня начинают пиздить в каких-то районах. Хуй пойми за что. Почему дыхание на нуле? Что случилось, блядь? Кто-то там рыдает. Ты хочешь подраться, пацан? Давай. Давай подеремся. Нет, нет, нет. Монеты, гони сюда. Собака, мразь. Я вообще в квартиру Рубина хотел зайти, сохраниться. Тоже мне, блядь. Кто орет? Блядь, скальпель покоцал наполовину просто из-за двух уёбков. Заебись. Просто заебись у нас улыбки. Хотя бы в двух битвах победил, слава богу. А то обычно меня выкашивают. Окей. Вот тут у него хатка наверху, я помню. Всё. Слава богу, добрался я живой. На этом мы, пожалуй, закончим этот эпизод. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. И до встречи в следующих эпизодах прохождения Pathologic 2 и в других играх.